Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, вопросы по которой я получаю как минимум последние два года. Тема действительно живая и актуальная, и название этой темы – зерномицелий. Наверняка многие из вас, те, которые подвигаются в области фунготерапии или ноотропов, или функционального питания, сталкивались с таким продуктом, как зерномицелий. Для тех, кто не в курсе, зерно мицелий – это зерно, оно может быть разным, пшеница, овес, рожь, рис и так далее, которые обрастают грибами, если совсем-совсем говорить просто. Зерно предварительно подготавливается, распаривается, стерилизуется, и дальше в него вносится инокулят, так называется грибная культура мицелиальная. И дальше в контролируемых условиях температуры и влажности грибной мицелий обрастает это зерно, после чего из зерна приготовляются различные продукты. Это может быть просто подсушенное целое зерно, как есть сразу после обрастания, подготовленное. Либо уже продукты его переработки, когда оно либо перемалывается, либо экстрагируется, высушивается, леофилизируется, и что только не экстрактируется. И, соответственно, продукты переработки зерно мицелия уже дальше используются, опять-таки, как функциональное питание, пищевые добавки, экстракты, компоненты БАДов, спортивного питания и так далее, и так далее. Главная суть вопроса, которую я всегда получаю, это, что такое зерно мицелий по сравнению с плодовыми целами. Одно это или то же, или может быть он чем-то лучше, или чем-то хуже. И сейчас я хочу донести до вас свое мнение по этому поводу, которое базируется, в первую очередь, на, с моей точки зрения, достаточно несложных общих микологических знаний. Итак, сначала мне придется прочесть крошечный ликбез на ту тему, что такое гриб вообще. Я сейчас прибегну к мне уже страшно надоевшему и многим из вас наверняка тоже банальному сравнению грибницы и грибов, то есть плодовых тел, с яблоней и яблоками. Итак, на самом деле реальным живым организмом, который является гриб, служит мицелий. Мицелий – это как бы и есть сам гриб. То, что мы, как потребители, называем грибами – это плодовые тела, которые появляются на мицелии, как яблоки на яблоне. И поэтому, когда мы покупаем какие-то препараты с использованием грибов, на которых написано «машрумс», я сейчас говорю об иностранных продуктах, то автоматически мы думаем, что речь идет о плодовых телах, то есть о чем-то с шляпкой или ножкой, ну или если это трудовики, то вот этих копыток, которые прикрепляются к деревьям, да, или если это кардицепс, то вот к этим оранжевым торчушкам, а если ежовик, то к чему-то игольчатому, то есть мы думаем о грибах. Хотя, вы не поверите, примерно в 95, а может быть и большем проценте случаев речь на самом деле идет не о грибе, а о мицелии. И только избранные производители пишут «майсилиум», то есть мицеллиум. А те уж совершенно экзотические производители, например, северные корейцы, которые действительно используют настоящие плодовые тела, пишут «фрут бодис», то есть плодовые тела. И вот, собственно, это и есть грибы. Поэтому, уверяю вас, в подавляющем большинстве случаев, если вы читаете на продукте слово «машрумс», то это так называемое введение в заблуждение. Сейчас я попробую вам объяснить, в чем состоит суть технологического процесса производства зерна мицелия, чем это хорошо и чем это плохо, и в чем заключается глобальная разница между зерном мицеллием, то есть продуктом, который корректно должен называться майсилиум, и продуктом с использованием плодовых тел, на котором уже действительно можно писать «машрумс» или «фрут бодис». Итак, смотрите, зерно распарено, простерилизовано, и на нем начинает расти мицелий. Если условия оптимальные, то этот процесс происходит достаточно быстро. Примерно за две недели зерно успешно осваивается грибницей, грибница – это слово, которое нам привычнее, правда, чем мицелий, после чего его вполне уже можно подготавливать для реализации. Две недели. Представляете себе, как это мало и как это с точки зрения себестоимости выгодно и удобно. Если мы захотим получить плодовые тела, то это заросшее зерно, ну или любой другой субстрат, на котором культивируются грибы, нужно выдержать как минимум месяц, а скорее всего два. А если речь идет о каких-то сложных и долго растущих плодовых телах, то иногда этот процесс может занять до полугода. И вот представьте себе, два месяца, которые уходят на выращивание плодового тела, и две недели, которые уходят на то, чтобы зерно обросло грибницей. Чувствуете, да, какая разница в числе циклов? И как мощно это сказывается на будущей себестоимости? То есть речь идет в первую очередь просто об экономии. Это, я надеюсь, понятно. Смотрите дальше. Вот сейчас я вам постараюсь показать простейший наглядный эксперимент. Мицелий. Оброс зерно, оно собрано, разбито на отдельные зернышки и подсушено. Соответственно, мицелий находится только на поверхности. Он только-только начал пытаться проникать вглубь. Да, он уже там подъел какой-то крахмал, но глобально он содержится только на поверхности зерна. Вот, посмотрите, что у меня здесь есть. Нам удалось добыть зерномицелий ежовика гребенчатого. Вот, обратите внимание, это плодовое тело дикорастущего ежовика гребенчатого, который был собран в Хабаровском крае. Вот видны кусочки коры того самого дерева, с которого он был собран. Кстати, ждите наш сюжет о том, как в этом октябре мы поедем в Хабаровский край, чтобы показать, как для нашей грибной аптеки собирается дикорастущий ежовик гребенчатый. И вот, здесь у нас есть пакетик, мы не будем сдавать производителя, в котором содержится зерномицелий. Это бурый рис, вот он, на котором был выращен мицелий этого же самого, ну не этого, конечно, а культурного американского, скорее всего, сорта, на котором был выращен мицелий, то есть грибница ежовика гребенчатого. Видите, рисинки даже более или менее сохранили свой естественный природный бурый цвет. И вот такие белые точечки, которыми они вовсю покрыты, это и есть подсушенная после сбора урожая грибница ежовика гребенчатого. А теперь посмотрите, что мы сделаем. Мы берем весы, самые простые, включаем их. Халло, они меня приветствуют, и вам не хворать. И кладем на них плодовое тело дикорастущего ежовика. Ну, 33,5 грамма, да, вот у нас есть какая-то цифра. 33,5. Теперь мы возьмем и насыпем такое же количество зерномицелия. Вот мы кладем емкость. Прикольно, емкость весит почти так же, как плодовое тело. Вычитаем ее. И сейчас заполним. Примерно. Ну, нам не так важно попасть в точности. Чего там у нас? Щедрой рукой пересыпал. Ну, вот, минус грамм еще, условно. Ну, чтобы уж совсем быть точным. О! И вот у нас имеется 33,5 грамма. Посмотрите на две этих емкости. По статистике, тот мицелий, который вырос на зерне, в лучшем случае составляет 10% от общего объема продукта. Итак, если вы съедаете вот этот ежовик, можете как есть, можете в виде порошка, который переработан и насыпан в капсулы, и съедаете вот это количество бурого риса, который оброс гребницы ежовика, в лучшем случае вы получаете 10% вот от этого количества. А, скорее всего, 5%. И это еще не все. Наглядно, да? Правда? Вот, посмотрите. О! Давайте, чтобы было совсем наглядно. Давайте представим себе, что мы сейчас отсюда уберем 90%. Ну-ка. Чего у нас получится? Ой, нет. Конечно. Это даже много. Так. И это много. Смотрите, смотрите, сколько вы гриба съедите на самом деле. Вот. Ну, даже с небольшим запасом. Итак, если вы взяли зерно-мицелий, то вот то количество гриба, которое после его употребления вы получите по сравнению с настоящим грибом при съедании одинаковой массы. По-моему, чрезвычайно наглядно. А теперь про и это еще не все. И это еще не все заключается в том, что мицелий содержит чрезвычайно обедненный состав полезных для нашего организма веществ по сравнению с тем, которое содержится в плодовом теле. Почему? Мицелий – это сам организм гриба. Когда он живет просто так в природе или в культурных условиях, это не важно, ему, если ему более или менее хорошо, он гомеостатичен, то есть стабилен. И поэтому у него нет нужды производить что-то такое, что станет для нас дополнительно биоактивным. Основной набор веществ, которые содержатся для нас полезных в мицелии – это полисахариды. Когда мицелий собирается произвести на себе плодовое тело, он начинает еще активнее накапливать полисахариды, потому что они в том числе являются будущим строительным материалом, из которого будет формироваться плодовое тело. Соответственно, основное, что мы можем найти в мицелии, в том числе в зерном мицелии, это то, что в нем есть и так, минус все то, что впоследствии возникнет в плодовом теле. А что возникнет впоследствии в плодовом теле? Сейчас я вам расскажу. Когда на грибнице появляется плодовое тело, например, из почвы или из древесины, где грибница живет в комфортных условиях, то вот эта штука, плодовое тело, влезает на природу. И оно становится подверженным огромному количеству стрессовых факторов. И как ответ на эти стрессы, это изменение температуры, влажности, воздействие вредителей, облучение ультрафиолетом от солнца и так далее, и так далее, начинает появляться огромное количество биологически активных веществ, основная задача которых защитить внешние и внутренние структуры плодового тела. Потому что с какого-то момента это становится главной задачей грибницы, потому что плодовое тело должно сформировать споры, и это будущая жизнь будущих грибов, всего потомства этой грибницы. И на защиту плодового тела бросается максимум усилий. Соответственно, любой стресс, который возникает вокруг этого образования, он тут же компенсируется как самим плодовым телом, так и грибницей. И в него перекачивается огромное количество разнообразных защитных антистрессовых веществ, которые по счастливому случайному стечению обстоятельств являются для нас биоактивными и полезными. Таким образом, когда мы употребляем плодовое тело, мы получаем весь спектр всех возможных полезных веществ, которые содержатся в грибе, как в целом организме. Если мы употребляем зернамицелий, то мы получаем только те вещества, которые вырабатывают в себе комфортно чувствующие себя в защищенной среде организма. И поверьте мне, это минимальное количество доступных веществ. Итак, смотрите. Во-первых, когда мы едим зернамицелий, мы получаем в лучшем случае 10% от того, что мы можем получить, когда мы съедаем плодовое тело. И во-вторых, когда мы съедаем плодовое тело, мы получаем колоссальное разнообразие биоактивных веществ, по сравнению с которым любой зернамицелий является чрезвычайно обедненным продуктом. Еще одна маленькая демонстрация в плане зернамицелия. Если вы когда-то пользовались этим продуктом, я имею в виду зернамицелий, и покупали разные грибы, выращенные на разном зерне, вы наверняка обращали внимание на то, что весь зернамицелий, каким бы ни было зерно, и каким бы ни были растущие на нем грибы, пахнут более или менее одинаково. Ну, это вот такой зерновой характерный хлебный запах, который, собственно, и отражает главную сущность зернамицелия, то есть зерно. Вот, смотрите. Чтобы не быть уличенным в предвзятости, я взял не наш продукт, а продукты других производителей. Это, друзья мои, чага. В одном случае чага, которая выращена в форме зернамицелия и загнана в капсулы, а в другом случае в капсулы загнан чаговый экстракт. То есть перемолотая, вымоченная, выпаренная, кристаллизованная и убранная в капсулы чага. Я хочу вам показать, какая это разница. Итак, смотрите. Вот мы берем капсулы. Возьмем парочку, троечку, в которых содержится, для простоты понимания, перемолотая чага. Раскрываем их безжалостно и высыпаем. Смотрите, что оказывается в чашке. Это чага. Это тот самый черно-коричневый цвет, к которому мы все привыкли, который является основным из атрибутов чаги, потому что один из главных компонентов полезных чаги – это так называемый хромогенный комплекс, в который что только не входит, включая фенолы и меланины. И вот это тот продукт, который, безусловно, при любых формах употребления принесет нам несомненную пользу. А теперь давайте посмотрим, как визуально выглядит… Ой, тут даже вата есть. Давайте вытащим вату. Она мне пригодится, чтобы что-нибудь спиртом протереть. Теперь давайте посмотрим, как выглядит зерно-мицелий чаги. Смотрите, какого цвета капсулы. Вы думаете, это цвет капсулы? Ничего подобного. Эта капсула на самом деле прозрачная. Смотрите, сейчас я их открою. Как вы считаете, это похоже на чагу? Есть здесь хромогенды комплекс, полифенолы, меланины, антиоксиданты и все то прочее, за что мы любим чагу. Мне кажется, более наглядную демонстрацию сложно себе даже представить. Поглядите. Зерно-мицелий и просто перемолотое плодовое тело. Мне кажется, говоря языком математики, такая демонстрация необходима и достаточно. Вот что еще вам скажу. Сейчас появился третий новый интересный тип продукта этому явлению несколько лет, который называется Full Mushroom или Full Product. Никто до конца не знает, что это такое, но если разобраться, то примерно это говорит о том, что в пределах одного продукта, пищевой добавки или БАДа содержится и мицелий, и плодовое тело. На самом деле, это такая немножечко игра понимающих производителей, и главным актером в этом спектакле является наш знаменитый, любимый Пол Стэмитс. Он разработал методику, согласно которой мицелий не просто обрастает субстрат, а получает еще небольшое дополнительное время, необходимое для того, чтобы на нем завязались первые крошечные зачатки плодовых тел. Они в микологии называются примордиями. Не очень красивое название, но что имеем, то и любим. И даже наличие вот этих микроскопических, иногда достигающих даже 2-3 мм маленьких узелков, которые сплела грибница, чтобы сформировать из них будущие плодовые тела, уже достаточно для того, чтобы в них начали накапливаться те биоактивные вещества, которые встречаются только в плодовых телах. Это нельзя в полном смысле назвать обманом, но это введение в заблуждение того класса, как в известном анекдоте, когда приходит мужик в магазин продуктовый, и там стоит банка с тушенкой, и написано «Конино и крольчатино, один к одному». И продавец спрашивает у покупателя, а вот, ну как, это что, прямо действительно так и есть? Ну, продавец говорит, на самом деле пропорция такая, один конь на одного кролика. И вот это вот один к одному, в случае, когда мы читаем название «Full Product» или там «Total Mushroom», или что-то в этом духе, на самом деле это один конь на одного кролика. Потому что, опять-таки, реально из больших производителей никто не будет ждать те положенные месяцы, чтобы выросло настоящее плодовое тело, а потом взять и в какой-то внятной пропорции, лучше на самом деле пять к одному, да, пять частей настоящего плодового тела и одна часть, допустим, зерномицелия, смешать и приготовить продукт. И то можно было бы найти некоторый выход, потому что, если мы заращиваем вот это вот маленькое зернышко две недели, то гриб успевает обрасти его только снаружи. Я сейчас попробую вам продемонстрировать это, если мне удастся загнать его под бинокуляр. Значит, в природе у нас есть отличные образцы того, что случается с субстратом, зерно в данном случае у нас тоже субстрат, когда мицелию оказывается достаточно времени, чтобы полноценно его освоить. Вот, смотрите, у меня здесь есть тот самый знаменитый тибетский высокогорный дикорастущий китайский кардицепс. Это один из экземпляров моей коллекции, который я привез из своей экспедиции в индийские Гималайи 2019 года. И сейчас я вам на примере его, а также на примере, вот я тут предварительно взял, и вот этот самый зерномицелий просто замочил в воде, чтобы его было удобно разрезать. Попытаюсь показать, в чем разница между быстрым продуктом и тем продуктом, который по-настоящему можно назвать природным. Что мы сейчас с вами сделаем? Сначала мы немножечко расчистим рабочее пространство. У меня маленькая лаборатория, здесь так все тесненько, но достаточно уютно. Так, где мой любимый скальпель? Вот он. Значит, смотрите, мы берем зернышко. Вот оно теперь стало мягким, оно разбухло. Заодно можно посмотреть, как много размоченное зерно берет воды. Вот видите, сухое зерно. Не очень удачный фон. А где тут у меня черный фон? Сейчас, чтобы было более понятно. Вот у меня черный фон. Так, вот смотрите. Вот зернышко размоченное, вот зернышко сухое. Видите, объем вырос практически в два раза. И сейчас я возьму и постараюсь, это размоченное зернышко, но мне будет это удобнее сделать здесь, разрезать вдоль пополам. Думаю, попытаюсь объяснить, а зачем я все это делаю. Хоп! Ура! Получилось! И даже не надо мне ныть на ту тему, что уже пора бы завести очки для дальнозоркости. А теперь смотрите. Вот он, кордицепс. Да? Знаете, сколько он зарастал мицелием изнутри? Он это делал, ну, грубо говоря, 3 пятых года. Когда гусеница была поражена грибом, это произошло в худшем случае в середине осени, и вот половина осени, потом всю зиму, потом всю весну, это сильно полгода плюс, иногда даже начало лета, внутри этого кордицепса разбивался мицелий, то есть грибница. Представьте себе, что это такое зерно. Да? Потому что принципиальной разницы нет. Вот рис, бурый, и снаружи плотная оболочка, внутри питательный субстрат для гриба. Вот кордицепс. Гусеница, да? Вот гриб из нее вырос из головы. Снаружи оболочка хитиновая, непроницаемая для гриба, а внутри питательный субстрат. Вот сейчас я его просто безжалостно сломаю. Вот я его ломаю. Мне кажется, что даже так видно, даже так видно, смотрите, что внутри нет ничего, кроме гриба. Чистая белая поверхность, которая представляет из себя абсолютный сплошной стопроцентный мицелий или грибницу. И вот, смотрите, сейчас я попробую сделать так, чтобы получился маленький, удобный. Нет, неудобный, слишком здоровый. Этот неустойчивый. Сейчас будет как про двух медвежат и лесу. Ай, все, все потерял, все сломал. Так, вот мы кладем, кладем мы. Он не хочет. Ладно. Просто он сухой, и скальпелем его заровнять будет достаточно сложно. Но ничего. О! Значит, вот мы видим срез субстрата, на котором мицелию дали порасти должное время. А вот рядышком мы кладем разрезанное зерно риса из зерна мицелия. Вот оно. Ну, не будем совсем уж добиваться красоты. А теперь, смотрите, будет очень хорошо видно. Кладем под бинокуляр. Вот, посмотрите. Значит, мне удалось сгруппировать под бинокуляром рядышком зерно риса и кардицепс. Вот разрезанное зернышко риса. Оно слева. И вот разрезанный кардицепс. Он справа. Теперь, посмотрите, как это выглядит на мониторе. При некотором увеличении я специально это обесцветил, сделал изображение черно-белым, чтобы было нагляднее. Здесь, соответственно, сверху кардицепс и снизу зернышко риса. Начнем с кардицепса. Посмотрите. Вот, хорошо видна здесь она серая оболочка гусеницы. Она имеет некоторую толщину. И вот внутри мы видим тот мицелий, ту грибницу кардицепса, которая сформировалась почти за три четверти года. Здесь ноль гусениц. Здесь чистый продукт. А теперь посмотрите на разрезанное зернышко риса. Что мы видим на среде? Мы видим ровно ту же структуру, как если бы мы взяли, распарили обычный бурый рис, разрезали его и увидели всю вот эту огромную прекрасную коллекцию эндосперма, запасающих веществ, которые, собственно, составляют основную питательную ценность риса. Здесь нет гриба. Где же гриб? Если мы приглядимся очень-очень сильно, то мы увидим на поверхности зерна вот такие маленькие белые пятнышки. Вот одно, вот второе, вот, тут немножко даже похоже в целом на мухоморную шляпку. Вот группа, скажем так, третьих. Все. Больше здесь гриба никакого нет. При этом посмотрите, насколько вот эта штука больше, чем вот эта. А дальше уже начинает работать та пропорция, которую я показывал вам на весах. Однако, если бы мы дали мицелию на зерне развиться подольше, то, уверяю вас, спустя какое-то время, может быть, даже всего лишь через месяц, ну, в крайнем случае два, мы получили бы ровно такую же картину. То есть, субстрат, который полностью пророс грибом, который гриб переработал и заместил с собой. Но, поскольку это займет времени в пять, а то и в десять раз больше, чем тот реальный цикл производства, на который все производители из-за себестоимости рассчитывают, то, соответственно, мы имеем то, что имеем. Поэтому, друзья мои, выбор, конечно, стоит со вами, но просто с точки зрения даже тех простейших примеров, которые я вам продемонстрировал, как мне кажется, особенно с учетом того, что цены на продукт на самом деле более или менее одинаковые, я бы всегда предпочел выбрать продукт, который изготовлен из плодового тела, а не продукт, который приготовлен из зерна мицелия. Надеюсь, что этот небольшой доклад был для вас полезным. Уверяю вас, что вся продукция нашей грибной аптеки не имеет отношения не то, что к зерна мицелию, а вообще к какому бы то ни было мицелию, в каких бы то ни было его формах. Мы работаем только с настоящими плодовыми телами, вы можете считать это рекламой, но так или иначе очевидные факты говорят сами за себя. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова